День с толком Край накрывает 3D-мия, одновременная атака ковида, ОРВИ и гриппа. Что уже атакует и что на очереди. Взносы на капремонт выросли на 14%. Какие дома обновлять дороже всего? На участках трасс с высоким риском происшествий начали дежурить спасатели. Специально сформированные группы направились туда в связи с ожидаемым ураганом. По прогнозам, непогода начнется с южных районов, затем распространится по всему краю. Накануне от синоптиков был получен прогноз об опасных метеоявлениях в Алтайском крае. Местами ожидается снег, метель и порывистый ветер до 33 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица и снежные заносы. Часть спасателей направлены в Олейск. В их распоряжении автомобиль «Урал», который можно использовать как пункт обогрева и снегоболотоход. Три человека дежурят в селе Поспелеха. Четверо спасателей с двумя единицами техники и снегоходом работают в Зиминогорске. В городе, который каждую зиму страдает от больших сугробов и заносов. В Барнауле к экстренному реагированию готова аэромобильная группировка главка МЧС. За ситуацией в крае следят специалисты на связи с краевым управлением МЧС, старосты и главы населенных пунктов, прилегающих к автодорогам. Спасатели просят водителей быть осторожными на трассах, передвигаться на низкой скорости, а лучше и вовсе отказаться от дальних поездок. В случае экстренной ситуации звонить по телефону 112. Большая пробка сегодня образовалась на трассе Барнаул-Бийска, именно в Тройском районе. Движение было парализовано в обе стороны. На месте работали медики, ДПС и пожарные. Виной всему стала страшная авария. По предварительным данным, столкнулись три автомобиля. В Краевой госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии погиб один человек. Отметим, Тройский район часто попадает в сводки из-за ДТП. Два года назад привели неутешительную статистику. Всего за пять месяцев там произошли 73 аварии. В Барнауле сегодня произошло ДТП с фурой в центре города на улице Партизанской. Водитель грузового автомобиля допустил столкновение с пассажирским автобусом номер 41. В результате аварии пострадала 36-летняя женщина, которая находилась в автобусе. Ей оказана медицинская помощь. А в Барнаульском аэропорту сегодня экстренную посадку совершил самолет, выполнявший рейс Москва-Горно-Алтайск. Воздушное судно садилось с выпущенными закрылками. Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются. По информации Барнаульского следственного отдела на транспорте, проводится проверка по признакам преступления, связанного с нарушением правил безопасности и эксплуатации воздушного судна. К другим темам. В Алтайском крае, впрочем, как и в других российских регионах, фиксируют так называемую 3D-мию, когда одновременно распространяются ОРВИ, ковид и грипп. Причем грипп в этом году пришел гораздо раньше обычного и вполне вероятно, что пик его еще впереди в январе-феврале. Подробности далее. Резкий рост числа ОРВИ пришелся на середину декабря. И сейчас в крае, по данным министра здравоохранения региона, скорее всего, пик заболеваемости. В самом начале января количество вызовов скорой резко возросло. С 1700 в обычное время до 3200 только 1 января. Фиксируют в регионе и ковид. Правда, рост числа больных этой инфекцией чуть замедлился. Ковидные госпитали и инфекционные отделения, по данным министра, справляются с количеством госпитализированных. Например, на 50-50 коечный фонд – это ковидные госпитали, 34 пациента, 3 находятся пациента в отделении реанимации. Среди попавших в больницу – 709 человек с пневмониями, 162 с ковидом и лишь 7 с гриппом. Поэтому пик этой инфекции может быть еще впереди. Традиционно рост заболеваемости гриппа – это где-то конец января-февраль. Обычно такая волна приходит. Пока что мы говорим о гриппе А. И обычно мы сталкиваемся в первую волну как раз-таки с гриппом А. А после этого приходит грипп Б – вторая волна. И она чуть дальше, в март месяц обычно уходит. Примерно традиционно. В этом году грипп пришел раньше обычного. Медики совместно с Роспотребнадзором планируют мониторить ситуацию, как и штаммы, распространяющиеся в крае. Кстати, в регионе зафиксировали 9 случаев гриппа АН3Н2. Но к какому из циркулирующих сегодня подтипов – филиппинскому, гонконгскому или виктории он относится – определить может только Федеральный Роспотребнадзор. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Между тем, только за новогодние праздники в поликлинике региона жители края обратились 59 тысяч раз. Это на 40 с лишним процентов больше, чем в прошлом году. Статистику озвучил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Лидеры по числу обращений за помощью – как чисто поликлинической, так и на дому, городская детская больница Бийска и 14-я взрослая поликлиника краевой столицы. На 7% больше, чем в прошлом году, было и госпитализации. А пять раз врачам пришлось использовать санавиацию. Самый дальний пункт, откуда доставляли больного – Славгород. В Алтайском крае повысили взносы на капремонт на 14%. Соответствующий документ подписал губернатор Виктор Томенко. В нем указано, что для многоквартирных деревянных домов и домов смешанных конструкций до четырех этажей Размер минимального взноса установлен на уровне 12 рублей 49 копеек за один квадратный метр. Жителям кирпичных, монолитных, блочных и панельных многоквартирных домов до четырех этажей придется платить минимум 11 рублей 23 копейки. А тем, кто живет в пятиэтажках и более высоких домах – 10 рублей 18 копеек. Ранее в Минстрое края повышение взносов объясняли нехваткой средств для реализации краевой программы капремонта. Предыдущая индексация проходила с 1 января прошлого года. Собственники квартир недавно сданы новостройки, жалуются на недочеты застройщиков. В частности, жильцы многоквартирного дома недовольны тем, что стены мокнут и трескаются. При этом стоимость обслуживания дома и его отопление считают люди необоснованно завышенная. Как это комментирует застройщик и будут ли предприняты какие-то меры по устранению дефектов – в сюжете Юлии Щепиной. Вот она вытяжка, видно сразу пятно водянистое. Это, получается, сторона стенки просто мокрая стоит. На Валтайск новостройка на Титово. Дом сдан в октябре. В начале ноября в нескольких квартирах на девятом этаже заплакали стены. У меня начал балкон потекать. И ситуация в том, что я вызвал, получается, с гарема людей, чтобы они пришли и посмотрели. Мне сказали, что у меня якобы тяги не хватает для просушивания квартиры. Проходит время, буквально еще дней 10, у меня начинает стена, правая стена, получается, возле вытяжки, начинает сильно промерзать и начинает сильно течь. Настройка сильно текет, что у меня почти вздувается, ну как не вздувается ламинат, у меня сильно просто скапливается вода. Кухонный гарнитур весь стоит мокрый. У меня было влагообразование на стене, в результате чего произошло отклеивание обоев, получается, от стены в спальной комнате. Но, к счастью, мне повезло, у меня эту проблему устранили. Такая проблема для квартир верхних этажей в первый год после сдачи дома типично заверяет застройщик. Это проблема везде такая, и в Барнауле, и здесь у нас, когда мы сдаем дом зимой, значит, и дом сырой, и вот когда морозы начинаются, тяга получается вовнутрь. Эта проблема, она постоянная, и ничего тут страшного нет, она исчезает через год-полтора-два даже. Застройщик советует чаще проветривать помещение, включать вентиляторы на вытяжку и следить за собственностью. Однако жители не устраивает и состояние подъездов. Произошла деформация различных покрытий. Произошло отслоение тамбура от общей жилой площади подъезда. Пока нам ответа не дали, запросы все оформляли. Скажите просто, кто так строит? Сейчас потому что так вот строят, как попало. Ну, тамбуру, они же ведь, когда вот этот пристрой, как тамбуру, она отдельно от дома строится. Потом уже мы его выложили вот тоже летом, и при температуре, вот видите, получается здесь трещина. Летом все устранится, сейчас все дергается. В подъезде может трещинки быть, могут трещинки быть, ничего тут страшного нет. Недочеты устраняются. Достаточно написать заявление, говорит Геннадий Журавлев. Однако собственники утверждают, застройщик и управляющая компания неохотно идут на контакт. Да и цена образования на тариф по отоплению, несмотря на наличие собственной котельной, людей возмущает. У меня получается студия, 28 квадратов жилой площади, и у меня просто за отопление это считает трешка ушла. Ну, что это вообще? Дом у нас новый, мы еще толком не живем, но за коммуналку платим уже больше, чем в квартирах, в которых живем. Когда семья начнет полноценно жить, то коммуналка возрастет до 7-8 тысяч за двухкомнатную квартиру в городе Новоалтайске. Это вообще неслыханно. Текущий тариф у нас за одну килокалорию составляет 2937 рублей. Тариф у городской котельной составляет 1630 рублей. У нас и 2900, и в городе так же. 1600 вот здесь, на Деповской у нас, и на Высоковольтной, вот это наша котельная, которая была здесь. Только единственная котельная, где, значит, занижены эти нормы. Тарифы рассчитывает управление по ценам, значит, города Барнаула. Вот. И они сосчитали так, как она есть и как должно быть. И он такой же точно, как по городу, по всему нашему Новоалтайску. Застройщик заверяет, в скором времени тариф на отопление для жильцов этого дома станет немного меньше городского. В среднем на 50 рублей. А что касается других жалоб, советует набраться терпения и понимания. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Житель Новоалтайска задержан за совершение госизмены. По сообщению пресс-службы управления ФСБ по Алтайскому краю, 32-летний мужчина связался с представителем украинской военизированной организации, признанной в России террористической. Он выразил намерение участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины и записал видеозапись с присягой для подтверждения своих слов. Сейчас он заключен под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. В ходе общения на протяжении длительного времени неоднократно заявлял о своем желании выехать из России для оказания помощи противнику в составе террористической организации. Исполняя задания куратора, мужчина собрал сведения в отношении военнослужащих региона, а также о местах дислокации воинских частей и отправил их на электронную почту, используемую представителями запрещенного объединения. Виталию Манишину продлили арест. Речь идет о бывшем чиновнике из Калманского района, которого называют возможным политеховским маньяком. Срок его нахождения под арестом истек 2 января, однако суд продлил меру пресечения до 2 апреля. При этом защита Манишина несколько раз пыталась оспорить решение и привести его на домашний арест. Напомним, бывшего чиновника задержали весной прошлого года. Изначально мужчину обвиняли в убийстве и попытке изнасилования 17-летней девушки, причем преступление произошло еще в 89-м году. Затем Манишина начали проверять на причастность к другим убийствам, в том числе абитуриенток политеха в 2000 году. По информации СМИ, во время допроса Манишин признался в этих преступлениях. Также есть предположение, что жертвами Манишина стали еще несколько человек. Это студентки и 54-летняя женщина. Полки с бесплатными продуктами для пенсионеров и других социально незащищенных категорий граждан будут появляться в магазинах. Соответствующий законопроект сегодня внесли на рассмотрение Госдумы. Предполагается, что на своеобразных полках добра будут размещать нераспроданные товары, которые по закону производитель обязан уничтожить. Накормить ими, по данным Росстата, можно 30 миллионов россиян. Но как такую инициативу восприняли жители, наша съемочная группа узнала мнение барнаульцев. У нас бабушки, дедушки, пенсии небольшие у некоторых. Но думаю, что это будет очень-очень большая помощь. Так же, как компенсация поезда. Магазинам это будет, скорее всего, компенсироваться за счет бюджета. Бюджет у нас не резиновый. Боюсь, что какие-то другие социальные льготы из этого могут быть урезаны. Это люди, которые остались каким-то образом без поддержки государства, без поддержки близких, которых возможно не стало в жизни. Ну и другие категории. Я думаю, богатые люди не берут продукты, которые бесплатно лежат в магазинах. Ну, наверное, хорошая идея. Какие-то эти ящики добра уже появились в некоторых торговых сетях. Ну, почему нет? Может возникнуть проблема того, что люди будут пользоваться. Те, которые не нуждаются в этом все. Чтобы не просроченные были продукты, были в хорошем состоянии вещи и так далее. То есть, я думаю, это все организовано будет на совести людей. Я знаю точно, что такие полки сейчас существуют в некоторых магазинах, где уценка, так скажем. И тот же творог, например, на сырнике, почему бы не взять и мне, например, хотя я не нуждающийся. Опять же, как, смотря люди будут к этому относиться, потому что люди-то у нас разные. Но вообще в целях какой-то благотворительности и настройки на доброе дело, мне кажется, это интересно. Праздники – все. Движение на площади Сахарова в Барнауле откроют до 16 января. Демонтировать снежный городок начнут в воскресенье 14 января. Так что у жителей краевой столицы есть последняя возможность погулять по нарядной площади. Открыть движение для транспорта обещают до конца дня 15 января. Напомним, перекрыли площадь 5 декабря. Также на следующей неделе будут закрывать снежные городки по всему Барнаулу. И в завершении выпуска к новостям спорта. Футбольная команда «Динамо Барнаул» начинает подготовку к новому игровому сезону под руководством нового тренера. О его планах на команду расскажет Валентина Аскерова. Восстанавливают форму, отрабатывают тактику. Футболисты «Динамо Барнаул» в этом сезоне хотят наверстать упущенное. Прошлое завершилось неудачно. Команда заняла седьмое место в турнирной таблице. Несколько опытных игроков получили серьезные травмы. Отсюда и череда поражений. А этой зимой сборная может еще поредеть. К пяти молодым игрокам проявляют интерес другие клубы. Новый главный тренер «Динамо Барнаул» Виталий Вихлянов, который возглавил «Белоголубых», намерен сохранить команду. У нас в первую очередь стоит задача сохранения состава с прошлого года. Вторым этапом будет улучшение функционального состояния игроков. Затем будем переходить уже, так сказать, технико-тактическим аспектам ближе к сезону. Ну, хотелось бы улучшить, во-первых, взаимопонимание, найти баланс в команде между атакой и обороной. Ранее Виталий Вихлянов выступал за ряд клубов Казахстана. С 2022 года тренировал молодежную команду «Динамо», а также помогал бывшему тренеру основной команды Олегу Яковлеву. В планах у нового тренера максимально эффективно подготовить игроков к новому игровому сезону. Усиленные тренировки на свежем воздухе, силовые упражнения в тренажерном зале. Виталий Вихлянов также рассказал, что сейчас идет подписание контрактов с игроками. Во-первых, наши возможности несколько ограничены, чтобы привлечь в команду более опытных, более зрелых таких футболистов, с которыми можно решить задачу. Мы ведем переговоры, это такой момент, согласятся или не согласятся определенные игроки. Но кто останется у нас, кто подпишет контракты, с теми ребятами будем что-то строить, улучшать игру. Более подробные цели и задачи на предстоящий сезон руководство клуба пока не озвучивает. Для начала нужно понимать, какие игроки будут в распоряжении «Динамовцев». Известно, что в первые месяцы будут проходить только товарищеские матчи. А уже позже клуб планирует заявиться на серьезные турниры. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова